Скучное сольфеджио и нескучное преподавание. Рассказ об уникальной методике, разработанной в Центральной музыкальной школе столицы. В Московской Центральной музыкальной школе разработана уникальная методика преподавания сольфеджио и теории музыки. Её автор Татьяна Стоклицкая уверена, что учиться музыке можно, играя. Всё, как в обычной школе. Те же парты, те же дисциплины. Шумно рассаживаются дети в обычном школьном классе. ЦМШ уже более 10 лет не имеет своих стен. Необычный, главный предмет в школе – музыка. И если тайны исполнительского мастерства ребятам раскрывают педагоги по специальности, то законы мелодии и гармонии помогает им постичь преподаватель сольфеджио и теории музыки Татьяна Стоклицкая. Татьяна Ровна уверена, что занятие музыкой лучше всего начинать в 5-6 лет. Занимаясь дошколятами, она поняла необходимость создания новой методики преподавания, ориентированной на восприятие детей. Моя цель – это дать ребенку культуру музыкальную с такого раннего возраста, чтобы он позже воспринимал музыку, умел ходить на концерты, слушать внимательно, хотел бы этого. И вот это моя, пожалуй, главная цель в этой методике. Это методика для всех, для каждого ребенка, а не для особо одаренного только. Для большинства детей детских музыкальных школ сольфеджио было скучным предметом, где учат правила и пишут диктанты. Дети любят игры, поэтому все самые серьезные задания здесь проходят в игровой форме. На уроках Стоклицкой много моментов импровизации, где каждый вдруг понимает, что и он может сочинять. На обычных школьных партах – необычный учебник. В нем классические примеры по чтению из листа сочетаются с занимательными заданиями по нотной грамоте. Так детские загадки оказываются сложными музыкальными задачами, на которые нелегко пропеть ответ. Ритмические карточки, которыми пользуются дети на уроке, вырезаны из приложения к учебнику. А еще в этой толстой красочной книге можно рисовать и писать самому. Она сделана по принципу рабочей тетради. Новая методика Татьяны Львовны Стоклицкой уже дала блестящие результаты. Практически все ее выпускники стали первоклассниками ЦМШ. Однако цели Стоклицкой значительно шире. Ольга Маслова, Алексей Стешин, служба новостей телеканала «Культура».